Школьники и студенты вместе с действующими работниками НПЗ. Все они участники ежегодной научно-технической конференции «Славнефтьянос». В 16-й раз она проводится в Ярославле. В прошлом году, как и большинство массовых событий, конференция проходила в онлайн-формате. Но теперь молодые и подрастающие специалисты вновь очно сошлись в интеллектуальном состязании. Не последний процент от выпускников хотелось бы видеть передатка нашего предприятия. Кадровый голод, я думаю, что он свойственен каждому предприятию, а тем более такому предприятию, как наше. Численностью порядка у нас 3400 человек. Смотрим и в дальнейшем, если есть желание у человека работать на нашем предприятии, мы только это дело приветствуем. Молодые профессионалы представляли свои проекты по пяти направлениям. Все связаны с деятельностью НПЗ. Ряд решений с прошлогодних конференций уже применены на предприятии. Возможно, часть из представленных в 2021-м проектов также ожидает воплощения в жизнь. Порядка уже 70% тех работ, которые здесь защищались, они найдут свое применение на нашем предприятии. Много кто нам из начальства помогал. Хочу сказать всем огромное спасибо. Своему руководству, она супер у меня, любимая моя. Ну, в принципе, было тяжеловато, но я справилась, как видите, поэтому я очень рада. Ежегодно научно-техническая конференция расширяет свои масштабы. В этом году в гости приехали специалисты из московского НПЗ. А также для участников по видеосвязи выступил декан факультета нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета, доктор технических наук Наталья Башкирцева. Мы уже проговорили с экспертами на секции, получили обратную связь, планируем расширять конференцию и приглашать уже больше сотрудников на секцию финансов и экономика и более детально прорабатывать проект уже с финансовой части. Как показывает практика, участие молодых специалистов в научно-технических конференциях способствует развитию их исследовательской активности, приобщает к новаторским изысканиям, направленным на решение наиболее актуальных задач, которые стоят перед предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли. Кроме того, она дает возможность участникам не просто побороться за призовые места, но и реализовать в перспективе лучшие проекты на производстве. Каждая инициатива, каждая идея молодых специалистов, студентов и школьников интересна и внимательно рассматривается руководством предприятия. В следующем году организаторы планируют пригласить коллег из Нижнего Новгорода, а также привлечь студентов из Демидовского университета. Алена Стецук, Георгий Иванов, День в событиях.